В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Тесное сотрудничество двух стран, Россия и Китая, продолжает приносить положительные результаты. В рамках рабочей поездки полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в Китай, которая проходила в формате «Волга-Янзы», между двумя странами было заключено 4 рамочных соглашения о сотрудничестве. Подробности в нашем сюжете. На четвертом ежегодном заседании «Круглого стола» представители двух стран подвели итоги стратегического партнерства между Россией и Китаем. За время взаимодействия удалось организовать работу уже по 104 инвестиционным проектам. Еще 21 проект на данный момент находится в стадии завершения. Проекты касаются различных сфер экономики, машиностроения, станкостроения и нефтехимии. 78 из них реализуются в рамках гуманитарного сотрудничества. Это культурные, образовательные обмены и молодежные форумы. Есть инвестиционные проекты, есть гуманитарные проекты, которые обязательно будут реализованы в наших регионах. Будет продолжен формат ежегодного проведения молодежных форумов. Все эти задачи решаются в рамках общего стратегического партнерства между Россией и Китаем. Эти задачи нам поставлены главами наших государств, президентом России Владимиром Ивановичем Путином и председателем КНР господином Сиземпином. И сегодня я могу с удовлетворением сказать, что эти задачи достаточно успешно решаются. В ходе четвертого ежегодного заседания круглого стола представителями двух стран были определены и приоритетные направления дальнейшего сотрудничества. Было подписано 14 документов, связанных с реализацией сторонами совместных инвестиционных проектов. Корпорация заинтересована, готова участвовать и готова привлекать недорогое китайское финансирование. Ну недорогое по сравнению с нашими процентными ставками это в пределах 4%. То, что естественно для нас очень интересно и в этом случае мы будем иметь возможность реализовать большое количество проектов за достаточно компактный промежуток времени и с недорогой стоимостью финансирования. В свою очередь член Госсовета Китайской Народной Республики Ян Цзэ Чи в своем выступлении также отметил важность формата «Волга-Ян Цзэ» для развития российско-китайских отношений и высоко оценил результаты межрегионального сотрудничества. По итогам заседания круглого стола прошлого года в Самаре наблюдаются значимые результаты совместной работы. Активизируются контакты между регионами, был запущен целый ряд проектов в торгово-экономической области и в области инфраструктуры, автомобилестроения, фармацевтики, логистики, сельском хозяйстве и в производстве сельхозтехники. Павел Баймаков, События. В Самаре продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Строительство нового стадиона «Космос-Арена» идет полным ходом. Сейчас особое внимание уделяют строительству коммуникаций. В Самаре строят новый водовод продерженностью почти 5 километров и коллектор канализации длиной более 1 километра. Ход работ проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Укладка нового водопровода выполнена уже наполовину. Все материалы отечественного производства. И по цене доступные, и по качеству импортным не уступают, рассказывают строители. На 60% уже готов и новый канализационный коллектор. Подрядчики обещают, трубы прослужат долгие годы. Это новое строительство, рассчитанное на перспективу развития данных территорий, как канализация, так и непосредственно водопровод. Для этого предусмотрены все технологические элементы, для того, чтобы в дальнейшем можно было это использовать не только для стадиона и Чемпионата мира, но и в целом для города Самары. Как ведется работа на объектах, проверил глава администрации Самары Олег Фурсов. Подрядчики обещают завершить строительные работы по водопроводу и канализационному коллектору этой осенью. Идут с опережением графика. На масштабное строительство из федерального и областного бюджетов направили порядка 200 миллионов рублей. Объекты, конечно, являются стратегическими, потому что они фактически являются основой обеспечения от того хозяйственного, спортивного использования стадиона «Космос-Арена», который здесь возводится. Должен сказать, что мощность канализационного коллектора предполагает подключение в случае необходимости новых домов, если такие решения будут приниматься позднее. То есть коллектор строится с большим запасом. На этих объектах строительство коммуникаций в областной столице не закончится. В планах городских властей реализовать проект строительства новой канализации протяженностью 11 километров и очистные сооружения, которые также будут располагаться в районе нового стадиона. У нас в городе нет ни одних очистных сооружений до сегодняшнего дня. Достаточно значимый проект для города в целом. Стоимость этого проекта порядка 3 миллиардов рублей. Сейчас проект проходит экспертизу. Приступить к строительству планируют в следующем году. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. Новая дорожная разметка появилась на улице Агибалова на участке от Маяковского до Красноармейской. Работы ведутся с использованием передовых технологий. Сплошные и прерывистые линии продержатся минимум год. За обновлением Самарских улиц наблюдала и наша съемочная группа. Несколько секунд и на проезжей части появляется ровная линия дорожной разметки. Термопластик со светоотражающими частицами высыхает за считанные минуты. Чтобы не создавать пробки и не тормозить движение, работы на улице Агибалова ведутся ночью. Общая длина дорожных линий от Маяковского до Красноармейской около километра. Наносится линия 1.5, прерывистая линия, сплошная линия. Будет сделана выделенная полоса для маршрутных транспортных средств. Ну и также будут наноситься потом пешеходные переходы, стоп-линия. Включенные формы, приближение. Там у нас находится школа, там будет сделана разметка, дети на асфальте. Нанесение дорожной разметки – завершающая стадия комплексного ремонта дорог. Всего на обновление транспортных артерий Самары с учетом ремонта Московского шоссе и Новосадовой из бюджета всех уровней выделено порядка 7 миллиардов рублей. Чтобы полностью привести в порядок улицу Агибалова, а ее ремонт начался в апреле, потребовалось 62 миллиона рублей. В этом году впервые дороги обновляют с учетом интересов маломобильных граждан. На пешеходные переходы нанесут противоскользящее покрытие. Комплексный ремонт включает в себя замену асфальто-бетонного покрытия на, будем говорить, прогрессивный, щеменочный мастичный ассальтон с полимерно-бетонными вяжущими, замену на гранитный бортовой камень, устройство плиточного покрытия, устройство из организации дорожного движения, светофоры, разметка, ограждение и так далее, ремонт газонов. Ровные дороги с новой разметкой в первую очередь радуют автомобилистов. Конечно, удобнее ездить, удобнее, дороги хорошие стали, ровные, нормальные дороги, разметку видно, ярко, намного проще стало ездить, управлять автомобиль. Ремонт самарских дорог по плану рассчитан на два года. На очереди улица Ульяновская, Земица, Венцика. Самарские дорожники трудятся по-стахановски, идут с опережением сроком. Работу на Гибалово обещают закончить на полтора месяца раньше, к началу учебного года. Марина Матвеевшина, Алина Чемерес, Максим Гусев, События. О героине нашего следующего сюжета, водители трамвая, с теплотой вспоминают сотни горожан. Каждой бабушке сумки в вагон занесет, а потом вынесет из трамвая и руку подаст. Заслуженная вагоновожатая Самарского ТТУ, почетный гражданин города Валентина Парамонова, отмечает свой юбилей. Подробнее в нашем сюжете. С корабля на бал самый современный трамвай парка ТТУ доставил именинницу Валентину Парамонову к парадному крыльцу, где ее уже ждали гости. Почетный гражданин Самар, водитель трамвая с полувековым стажем, отмечает свой юбилей – 75 лет. Всего три года, как она ушла на заслуженный отдых. Но глаза загораются, как только женщина вспоминает о работе. И 50 лет отрубила, отработала, любя. Люблю свои работы до сих пор. И любила. Валентина Константиновна – единственная в стране женщина-водитель, награжденная тремя высочайшими государственными наградами – Орденом Ленина, Орденом Славы и Орденом за заслуги перед Отечеством. Но главная награда, говорит водитель, – это любовь пассажиров. Парень с девушкой, видно, в одно время ездили со мной. Поженились. В одно прекрасное время они стоят вдвоем, цветы дарят мне. Я говорю, что, ребята, Валентинка, кстати, а мы в вашем вагоне познакомились и поженились. И вот теперь мы дарим вам цветы. Поздравить почетного гражданина с юбилеем в Северном трамвайном депо собрались ее коллеги, друзья, почетные граждане и даже пассажиры. Теплые слова прозвучали от главы администрации города Олега Фурсова. Мы сегодня с вами поздравляем и чествуем одну, наверное, из самых жизнерадостных и дружелюбных женщин нашего города. Сколько людей было привезено и какое было настроение у этих людей, когда они приезжали на работу, а по пути. Всегда Валентин Константин желал им доброго утра, хорошего дня, успешной работы. Миллион триста тысяч километров накрутила Валентина Парамонова на трамвае за годы своей работы. Это первый водитель, кому доверили управлять стройчаткой, трамваем из трех вагонов. Сейчас таких на улице Самары уже не встретишь, а тогда была производственная необходимость. Такие люди, как Валентина Константиновна, это как раз тот пример для нашей сейчас молодежи, водителям молодые приходы. Коллеги Валентины Парамоновой подготовили для нее сюрприз. В юности Валентина мечтала стать певицей, даже уезжала в столицу. Но затасковала по малой родине и вернулась. Водители написали про любимую тетю Валечку, как они ее называют, песню. Марина Матвеевична, Павел Пресняков, События. Российская организация добровольцев в Самаре обратила свое внимание на самые замусоренные места в парках. Первой точкой в маршруте экологического десанта стал парк Воронежские озера. В парке Воронежские озера есть отдаленные уголки, которые не сразу бросаются в глаза отдыхающим. Может быть, поэтому и мусорят здесь чаще. Эту несправедливость заметили волонтеры и взялись за грабли и мусорные мешки. Сегодня провели экоуборку на Воронежских озерах и планируем, в принципе, проводить уборки на территориях зеленых насаждений, в парках, в скверах. Но при этом наше эко-направление будет не ограничиваться только экологическими уборками. Мы будем проводить эко-пикники, мы будем заниматься лекциями, уроками для учеников школ, для студентов. Здесь гуляют с маленькими детьми пожилые люди, пенсионеры, ветераны. Это промышленный район, не новый, достаточно старый район города. И это единственный парк, который находится в промышленном районе, поэтому хотелось бы сделать территорию почище, чем была. Приводить территорию парка в порядок волонтерам помогал фонд «Здоровая жизнь» и Самарский областной наркологический диспансер. Региональное отделение Союза добровольцев России поддерживает общую тенденцию по стране. Забота об экологии становится популярной. Акции проводятся по всей России. Это очень здорово, что они объединились, пришли. Это у них не одноразовая акция, и они постоянно участвуют. И тем самым они своим примером других вовлекают в это благое дело. В рамках эко-акции добровольцы планируют охватить все крупные парки Самары, а также выехать в муниципальные районы Самарской области. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Ветераны локальных войн могут лечиться без отрыва от привычной жизни. Для них в областном госпитале ветеранов войн открыт стационар дневного пребывания. Днем пациенты будут проходить обследование и необходимые процедуры, а уже после обеда смогут возвращаться домой. Ежегодно стационарное лечение в госпитале получают около 5000 ветеранов. Медицинское учреждение посетил с рабочим визитом глава администрации Олег Форсов. За 10-15 минут врач получает полную картину состояния организма, а пациент – точный диагноз. Кабинет магнитно-резонансной томографии – гордость госпиталя ветеранов. Процедура МРТ не только безопасная, она исключает лучевое воздействие на пациента, но и безболезненная. Техническое оснащение, профессионализм медперсонала и довольные пациенты. Все это позволило Самарскому областному госпиталю ветеранов войн стать лучшим в стране по итогам всероссийского конкурса госпиталей. Сотрудники госпиталя получили зарплату как лучший госпитал России в этом году премию. В этом году мы опять многократно в третий раз лучший госпитал России по качеству. С людьми, которые заботятся о здоровье защитников Отечества, профессионалами своего дела, встретился глава администрации города Олег Форсов. Он рассказал сотрудникам госпиталя ветеранов войн и пациентам, а на встречу с главой пришли и они, о позитивных изменениях, которые уже проходят в городе, а также объяснил суть реформы местного самоуправления. Структура городской власти меняется, в сентябре пройдут выборы. Самарцы изберут в районные советы 284 депутата. В состав этих советов должны попасть люди, которые представляют трудовые коллективы, общественные организации, бюджетную сферу. То есть простые люди, которые живут в тех же дворах, в тех же подъездах, пользуются теми же лифтами, и тем же общественным транспортом, которым пользуется большинство наших граждан, и которые не понаслышке знают проблемы, с которыми сталкиваются простые люди. Администрации районов получат дополнительные полномочия, обретут большую самостоятельность благодаря собственным бюджетам. Позитивные изменения, на которые взяли курс городские власти, уже заметны. Так, в текущем году значительно пополнился парк городского общественного транспорта и спецтехники. Удалось найти эффективный способ борьбы с недобросовестными управляющими компаниями. Не сбавляет своих темпов ремонта и реконструкция дорог. Олег Фурсов подчеркнул, будет продолжена работа по увеличению доходной части бюджета. Появление власти на местах будет способствовать более эффективному их распределению. Алина Чемерис, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События. Их стремлению к спортивным высотам можно позавидовать. В лагере «Волжский Артек» прошел день физкультурника, участие в котором приняли более 300 мальчишек и девчонок, среди которых и ребята с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования для них прошли по упрощенной схеме. Несмотря на это, каждый участник стремился одержать победу. О ребятах, сильных духом, расскажет наш корреспондент. На старте восьмой отряд. Посоревноваться друг с другом вышли 12 девчонок и мальчишек. На спортивной площадке их ждет масса развлечений. Настольный теннис, бадминтон, игра в мяч и шашки. Каждый участник выбирает вид спорта на свой вкус. В шашки играю. Нравится? Да. Почему? Вот что интересного в этой игре? Побеждать. Преодолеть трудности ребятам помогают вожатые лагеря, а также мамы, папы и бабушки, которые живут в лагере вместе с ребятами. По их словам, участие детей в спортивных соревнованиях – это в первую очередь победа над самим собой. Внук очень запросил после первого раза, говорит, баба, обязательно сюда поедем. Ему здесь интересно. Здесь очень много мероприятий разнообразных, которые дети очень нравятся. И дети стараются себя показать. Они раскрепощаются. Смена для детей с ограниченными возможностями здоровья в лагере «Волжский Артек» проходит уже больше 10 лет. Поддержку в их проведении оказывает Самарская общественная организация «Парус надежды» совместно с городским департаментом семьи, опеки и попечительства. За последние пару лет, благодаря поддержке городской администрации, в лагере заменили весь инвентарь, восстановили электричество, построили туалеты, спортивные площадки и новый корпус, предназначенный в том числе и для проживания детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них же благоустроили местную инфраструктуру. Все подъезды и к столовой, и к душевым, и к умывальнику, и ко всем значащим площадкам спортивным, к сцене, к детскому городку, все оснащены асфальтовыми новыми дорожками. И ребята без проблем перемещают в спальню. Всем без исключения отдых на природе идет на пользу. Об этом говорят и сами ребята. Что рисуешь, расскажи. Ну, природу. Вот я сегодня рисовала море и песок. А почему такую картину? Не знаю. Вдохновила, может быть, здесь какая-то обстановка? Да, тут красиво. Сейчас в лагере Волжский Артек идет четвертая заключительная смена. За весь сезон здесь смогли отдохнуть более тысячи человек, которые получили хорошее настроение и заряд бодрости на весь будущий учебный год. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События. 14 августа в Самаре начнут работу шесть сельскохозяйственных ярмарок. Главная ярмарка разместится на площади имени Куйбышева. Также ярмарки будут работать на пересечении улиц Владимирской и Коммунистической, на Пугачевском тракте в районе дома номер 13, на Московском шоссе в районе дома 147, в поселке Мехзавод возле ДК «Октябрь», на улице Старозагора в районе Колизея. Ярмарки будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с 8 утра до 6 часов вечера. Сезон работы завершится 1 ноября. Это были все городские события. У меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Банкир – это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь. Ну а теперь сами банкиры пойдут с протянутой рукой в Центробанк за деньгами. Ведь после отзыва лицензии у Пробизнесбанка все банки, входящие в финансовую группу «Лайф», в том числе «Вузбанк», «Национальный банк сбережений», «Банк Пойдем», «Банк Экспресс Волга», «Газэнергобанк» и «Банк Солидарность» ввели лимит на выдачу наличных средств по картам в размере 15 тысяч рублей в сутки. В колл-центрах банков не уточняют, будет ли этот лимит действовать и в дальнейшем. Причину введения ограничений банкиры объяснить не могут. Правда, сейчас они вообще мало что могут объяснить. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить контроль за обоснованностью решений, влияющих на рост платы граждан за коммунальные услуги, а также принятие мер реагирования в случае выявления нарушений в этой сфере. Также правительству предстоит проанализировать эффективность работы по передаче в концессию объектов коммунального хозяйства, в том числе с точки зрения качества и обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению, изменения размеров платежей за коммунальные услуги. Интересно, а как отчитаются за деятельность самарской компании РКС, которая входит в печально известный холдинг Виктора Виксельберга? Центробанк зафиксировал у российских авиакомпаний наибольшие темпы роста просроченных задолженностей. За 2015 год их объемы увеличились более чем на 600%. Как следует из данных Центробанка, наиболее сложными для отрасли было лето прошлого года и конец 2014-го, начало 2015-го года. Правда, на данный момент темпы роста просрочки несколько замедлились. За первое полугодие этого года она выросла на 28%, а за июнь ее объем и вовсе сократился на 7%. Объем кредитования авиакомпаний также неуклонно растет. За год до 1 июля он вырос на 44% до 229 млрд. рублей. Просрочка авиакомпаний достигла 7,3% от объема привлеченных средств. Больше всех от кризиса пострадали Трансайро и Ютеир. На конец марта 2015 года долг последний составляет 75 млрд. рублей. Общий долг – почти 170 млрд. рублей. Стоит отметить, что финансовые трудности авиакомпания Трансайро начала испытывать еще с 2014-го года. Тогда государством было выделено 9 млрд. рублей на ее поддержку. Курс доллара на 13 августа – 65 рублей 1 копейка. Курс евро – 72 рубля 20 копеек. Золот стоит 2334 рубля за грамм. Серебро стоит 32 рубля 11 копеек за грамм. Цена нефти марки «Брент» – 50 долларов 27 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Анастасия Павлюченкова пролетела мимо 2 млн. долларов. «Аллада» выиграла Кубок России по классическому ралли. На Кубке губернатора Самарской области самарские дзюдоисты завоевали 7 медалей. За Кубок губернатора Самарской области под дзюдо боролись 200 спортсменов из 26 регионов России и Казахстана. Сборная 63-го региона положила себе в копилку 7 наград – 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Кубки только у женщин. Отличились Александра Дурнова и Мария Персидская. Серебряная медаль у Екатерины. Макзумова и Бронзе радовались Артур Краян, Алико Джеладзе, Юлия Лаврентьева и Мила Слепышева. Гоночная команда «Лада» финишировала первой на 19-м этапе Кубка России по классическому ралли. Все началось удачно складываться с первого старта экипаж Дмитрий Воронов-Василий Кричевский показал лучшее время на дистанции. Во второй гонке отрыв от ближайших преследователей увеличился почти до двух минут. Однако третий этап преподнес спортсменам технические проблемы, и раллисты с трудом удержались в лидирующей группе в моноприводе. А в абсолютной категории приехали на финиш третьими. Теннисный турнир в Торонто. Канада с призовым фондом более двух миллионов долларов стартовал без самарской спортсменки. Анастасия Павлюченкова снялась с соревнований из-за травмы. 32-я ракетка мира повредила правую ударную руку. До этого Павлюченкова две недели успешно выступала на двух турнирах – в Баку и Вашингтоне. И везде играла в финале. Но не смогла выиграть ни одни соревнования. В Торонто место самарчанки займет немка Юлия Гергес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова